Ре! Вис Этерс Ирте! Вообще он был совершенно замечательный ребенок, совершенно не конфликтный. И очень хорошо себя вел в гостях, везде, в чужих местах. Ой, как это было замечательно, с ним можно было... Я ходила к косметологу, он сидел в коридоре на скамеечке, ждал меня час тихо. Может, представляете, такой ребенок был? С ним можно было ехать в поезде везде. Он приходил тихонечко и стоял рядом со мной. Он не бежал, вот как моя дочка там, например, где-то сесть, или как другие дети забегают, а-а-а, куда я сяду? Нет, он так стоял рядом со мной, в электричке, например, и ехал, там юрнул. Он был... Чем он становился старше, тем не становилось легче. Во-первых, он ужасно хотел ходить. Он очень хотел ходить, маленький когда был. И, в принципе, он даже не ходил, он бегать сразу начал. Он так бежал, добегал до секции, падал. Он снова вставал, снова бежал. Вы можете себе представить, с детства человек начал бегать. Вот так вот бегать до сих пор не остановить. Он соревноваться любит. Понимаете, он не видит, он не может заниматься спортом, если там не будет соревнований. Для него это неинтересно. Ему надо заниматься, тренироваться, убиваться для какой-то цели. Все это слабо, господиирус. Когда Андрей пришел, вот были первые старты у нас в триатлоне. Нужно было видеть этого парня. Какое он удовольствие получил. А от первых побед это вообще... Это вот именно, когда тренер это видит, это... Ну, ради этого и работают все тренера. Когда он первый раз, я смотрела в прямом эфире на телевидении, там были нервы покруче, чем на соревнованиях. Я так переживала. И вот ответ. Никуда не надо спешить. Если у вас есть латы, тратите в этих двух недель. Андрей появился в редакции 13 лет тому назад. Молодой, совсем юный, неопытный, глупый. Сейчас вырос. Вырос во всех отношениях, возмужал. И сегодня он для меня это как главный любимый актер для театрального режиссера. Четверо из них, помимо того, что спортсмены, еще и служат в рядах латвийской армии или ЗМСРД. Сегодня их провожал министр обороны. А у меня с Андреем как раз-таки немного другая история. И я пришла на телевидение, когда он уже работал. И мы вместе ввели новости как с ведущей. Я могу сказать, что это самый лучший партнер вообще в моей жизни. Потому что это человек-праздник, человек отличного настроения, человек импровизации. Я практически не знаю других таких ведущих, которые могут вот так вот с такой легкостью. Действительно зажигательный эфир, легкий всегда с Андреем, всегда с улыбкой, всегда с юмором. Всегда это тонко, остро. Лично для меня Андрей это всегда шиворот на выворот. Это всегда с ног на голову. Ты составишь себе план, сценарий, напишешь тексты, что ты будешь говорить в эфире. Напишешь какие-то слова-наброски для него, садишься в эфир. И Андрей решает сказать твои слова в этом эфире. Это в основном касается района старого города. С 7 утра до 15.00. Будут торжественные мероприятия, торжественные награждения, возложение цветов. Андрей это вот такой ураган, что ли, который сметает все на своем пути и делает в эфире то, что ему хочется и то, что у него очень классно получается. Девочки, у меня вопрос. Это у вас парики или настоящие волосы? Если вдруг что случится, то это как раз-то тот первый человек, который тебя в этом эфире спасет и всегда поддержит. Нам точно есть что вспомнить. Я предлагаю посмотреть сейчас небольшой видеоматериал, что мы с тобой уже настоящая команда. Мы можем взять мячик. Ну, поехали. Поехали. Поднимаем. И... Ух! Опа! Отлично! Извиняемся на технические неполадки. Технические неполадки не только у Алексея Дунды, но уже и у меня полетел микрофон. Ну, вот ты сидишь с ним в кадре, ну, в буквальном смысле к плечом к плечу, и понимаешь, что в этот момент может произойти все, что угодно. Может землетрясение произойти, не знаю, там, потолок рухнуть, софит упасть. Но ты понимаешь, что этого человека не выбьет из себя, не выведет из себя ничего. Ничто у него не выведет почву из-под ног. То есть это настолько надежный партнер, с которым ты знаешь, что эфир пройдет и будет сделан на 100%. Ура!